доброе время суток сегодня у нас 9 мая 2016 год город таллин пока 17 градусов тепла все для кого 9 мая что-то значит я поздравляю с победой великой в чем уж смотрите сами для кого-то великой отечественной для кого-то второй мировой кто не хочет того не поздравляю уж так получилось что три года назад я заснял первый раз как отмечают 9 мая в городе таллинг и вот назад это делал и решил сегодня какая-то не знаю может быть традиция что ли выработалась да засниму и в этом году обычно на 9 мая я смотрю если выпадает на выходные дни я естественно ничего не делаю а если выпадает на рабочий день я беру отпуск я взял отпуск неделю и случайно в эту же неделю у меня вышла еще и учеба так что решил сделать так что мне все равно поверьте надо на работу заходить поэтому я сделаю сейчас до 12 все постараюсь сделать я не знаю что и как там будет а потом пойду уже на учебу так как я думаю что сегодня рабочий день и если в прошлом году девятое мая выпало на воскресенье выходной день была масса народу целый день то сегодня я думаю будет масса народу ближе к вечеру по крайней мере те знакомые мои друзья которые ходят говорят пойдут вечером но у меня вот так вот значит все мероприятия они у нас там начались по моему с пол десятого поеду его так все таки с пол десятого и должны уже были наверно закончится но я не отказал себе в удовольствии опять же как шпион через интернет в онлайне посмотреть парад победы естественно я считаю что парад москве это грандиозное зрелище я красивейшего зрелища никогда не видел не отказываю себе в этом удовольствии уже наверно третий год подряд так что еще хотел сказать бессмертный полк тоже был в таллине честно говоря по мы не знаю откуда он начинался может быть от остановки там были какие-то запреты нет запреты никаких запретов не было там а значит была просьба перекрыть улицу фильтре на что город тайн отказал и сказал что и водители и участники акции бессмертный полк должны с уважением понимающие относиться друг другу вот примерно так это было сказано кто-то сказал что там в отказе какие-то как бы не в отказе а запреты никаких запретов никаких нету ни на что в эстонии запретов нету полностью демократичная свободная страна более ваше внутреннее изъявление с тем более в машине вот кстати с тоже цветочками человек и пойдет на кладбище так значит что еще было а было бессмертный полк от вокзала хотел сказать бессмертный полк должен быть и от автовокзала по моему так так я как бы в этом не участвую скажем настроение у меня в этот день ну не праздничная никогда не было она у меня как бы день благодарности сказал бы вот так что то что вкладывает праздничный день в самый главный элемент праздничного дня я считаю это выходной день в эстонии 9 мая день не выходной поэтому уже как бы не красный день календаря поэтому как бы то ощущение 9 мая праздника она уже пропадает автоматом посидеть за столом элемент атрибут праздника выпить не знаю не собираюсь я не выпиваю поэтому трудно что то сказать не то что кто то что как его называется я типа хочу быть толерантным и так далее что-то боюсь я свои мысли никогда не прятал и всегда изъявляют так как они у меня есть ничего не маскируюсь никогда я просто говорю всегда свои мысли как они есть обманывать что-то мне никогда никого не требует так что пока мы едем до бронзового солдата мы посмотрим рабочий день 11 26 народу нету кстати солнечный день у нас уже наверное дня таких четыре стоят я считаю что у хороших рабочий день все на работе поэтому город будет опять же не потому что этот жарко кондиционер не течет поэтому и народу будет немного кстати еще с цветами человек вы знаете я думаю что там будет очень много людей так спаял в позапрошлом году по моему на 9 мая но не так чтобы днем жарила парила помню а потом пошел дождь после обеда в прошлом году весь день был яркий солнечный в этот день этот день сегодня я смотрю тоже красавец так а куда он поворачивается этого ряда направо не знаю район кристина сейчас будем приезжать по кресту которые уже сотни раз его показал говорил по правой стороне общаги и социальные дома так называемые еще гостинки вот по правой стороне и первый второй за ним как бы сейчас модно говорить не гостинка у нас а студия поехали я думаю сейчас просто поеду проеду спасали но а уже уже сам подход к солдату если у меня будет место там где то запарковаться я сделаю одним видео не буду я там мельтешить что-то делить резать все одним видео сегодняшним числом вот так перестроить правильно не знаю что этот мерседес подтормаживает нарушил правила ну ладно он должен был повернуть направо с линии общественного транспорта вот это у нас улица техника которая перейдет потихонечку в улицу фильтры где находится у нас солдат еще последнее видео которое я здесь снимал говорил что деревья еще не распустились ракеты еще не зацвели уже видим образовывается такая крона арка листва листвы деревьев считая одна из самых красивых улиц Таллина говорил и буду говорить по левой стороне и по правой и по правой как бы протоптанная тропинка по левой стороне маленький такой тротуарчик довольно таки красиво я всегда на ней не знаю почему-то летом здесь вообще супер по правой стороне электрички здесь ходят и проход по моему такой арочный я не знаю вот сейчас забор стоит правда здесь проход к футбольному стадиону Аликок арена людей как видим немного уже шорты одели 17 градусов а фили кедиазисты практиканты судя по возрасту что-то будет строить и здесь и здесь надеюсь у места будут я прочих ты и думал что лучше до днем сделать чтобы успел на места это едем по левой стороне машины я вот пытаюсь подумать это они как бы просто дневной общественной раз в транспорт или же от памятника едут я почему говорю об этом потому что я особо в эти часы сам не езжу ну так между рабочими местами передвигаюсь но мне трудно следить вот по этой улице откуда есть ну как бы это много машин или наоборот мало тем более сейчас еще пол двенадцатого это как бы на обед люди начинают они могут от своего рабочего места и на машине поехать в правую сторону вот мы сейчас на перекрестке верени улица в правую сторону перекрыта дорога на не знаю почему теперь там закрыли раньше был выезд этот выезд закрыли по левой стороне тюрьма таллинская раньше называют называемая пятерочка пятерка от чего почему это название я не знаю но вот так итак по правой стороне парковка свободно в прошлом году здесь была занята мы говорим все о ох все таки выходной день не был в прошлый раз людей сегодня очень мало попробуем здесь где-нибудь запарковаться а здесь уже у нас как мы видим парковочных мест нету да ну что как и всегда я запаркуюсь и включу камеру заново на вопрос якобы почему я купил женскую машину не женскую машину зато парковаться у меня вообще проблем нигде никогда нету ну так пошел я парковка здесь маленькая она забита посмотрим что дальше я цветочки возьму только вот так выглядит улица фильтрит и там слышно музыка военных лет машин опять же немного рабочий день не сбываем и народу но народ есть прошлый раз здесь даже было все перекрыто сделали парковку для машин полиция стоит туалеты пока пьяных не видел и не будет их вход на военное кладбище к бронзовому солдату и вот здесь уже видно там даже забор где фотографии ветеранов подойду поближе посмотрим 9 мая 2016 год город таллинн И вот так, город Таллинн, празднуют 9 мая. Итак, на сегодня все, мне учиться пора. Пьяных нету, особо веселых-то тоже нету, но на входе при громкоизвечающей музыке ощущение праздника чувствуется. Все остальное судить вам, кто смотрит. Я все свое оставлю при себе. Вечером здесь будет больше народу, вечером будет, наверное, фотограф, тогда сам уже посмотрю в новостях. Итак, город Таллинн, 9 мая. Для кого этот день что-то значит с праздником?